Здравствуйте! Меня зовут Павлов Алексей Николаевич. Я учитель математики Республиканского лицея-интерната. Сегодня мы рассмотрим задачи ЕГЭ номер 14, профильный уровень, стереометрия. Задача вот такая. Тема будет «Угол между плоскостями». В прямоугольном параллелепипеде АВСД А1, В1, С1, Д1 основание АВСД квадрат со стороной А, боковое ребро равно 3А. Точка М лежит на ребре С1 так, что С1М относится к МС как 1 к 2. Пункт 1. Построить сечение параллелепипеда плоскостью АВ1М. Пункт 2. Найти угол между плоскостями АВСД и АВ1М. Сделаем чертеж. У нас в основании лежит квадрат. Дальше. Так. Из второй плоскости даны три точки. АВ1М. Хотя первым пунктом стоит построение сечения, мы будем иметь два пункта одновременно. Второй пункт – это угол между плоскостями, то есть двугранный угол. А что такое двугранный угол? Так. Это две полуплоскости, имеющие общую границу, которая называется ребром двугранного угла. Так. В двугранном угле самым важным элементом является это самое ребро. Так. И поскольку это ребро есть прямая, а прямая должна быть задана хотя бы своими двумя точками, то мы ищем такие точки. У нас есть точка А, которая очевидно лежит на обеих плоскостях. На это нужна вторая точка, которая лежит тоже на обеих плоскостях. Из второй плоскости у нас дан вот этот треугольник, две стороны которого задают точку А, которую мы уже знаем. На это для нас остается третья сторона. Как использовать вот третью сторону нашего треугольника, чтобы найти общую точку двух плоскостей? Ну, понятно, что так. В один мы так представляем, как прямую. Тогда эта прямая пересечется только с одной прямой на рисунке. С прямой БС. Поскольку эти две прямые лежат на одной плоскости. Так. И вот такая прямая, такая точка, ее обозначим через точку К. Это точка пересечения прямых Б1М и БС. И точка К лежит на обеих плоскостях. На плоскости А, Б1М, поскольку лежит на этой прямой. И на плоскости А, БСД, поскольку лежит на БС. Найдем положение точки К. Очевидно, треугольники Б1С1М и КСМ пропорции подобны, поскольку у них есть равные вертикальные углы, и оба треугольника прямоугольные. Каписенподобие, как было сказано в условии, отношение этих отрезков 1 к 2. Поэтому СК два раза больше, чем Б1С1. То есть, соответственно, БС. Таким образом, мы можем нарисовать точку К на нашем рисунке дополнительно. Удлиняем БС три раза и получаем точку К. Чем еще раз отметим? Чем отличается точка К? Она вторая точка, которая лежит на обеих плоскостях. То есть, таким образом, получается, что прямая АК это и есть ребро нашего двугранного угла. Вот за вно мы получаем точку Н. Прямые АК и СД, поскольку они лежат на плоскости основания, пересекаются, и точку пересечения я обозначил Н. Тогда, соединяя МН, мы получим искомое сечение параллелепипеда плоскостью АВ1М. Сечением будет вот такой четырехугольник. Поскольку есть теорема о том, что если две параллельные плоскости пересечены третьей плоскостью, то прямые пересечения параллельны. Прямые АВ1. Где-то мы. Прямые АВ1 и МН параллельны. Поэтому искомое сечение – трапеция. Перейдем к пункту В. Мы нашли ребро нашего двугранного угла АК. И теперь уже вторую плоскость представим вот в этом виде. Это треугольник АВ1К. Как находят величину двугранного угла? Есть так называемое понятие линейный угол двугранного угла. Нам нужны два луча, которые лежат на одной и на другой полуплоскостях, исходят из одной точки из ребра, причем эти лучи перпендикулярны этому ребру. Как построить линейный угол? Из точки В проведем перпендикулярку АК. Это будет высота треугольника АВК. и, ну, допустим, это так, высота ПП. Тогда В1П это что? Относительно плоскости основания наклонная. Мы получаем, что есть некая наклонная к плоскости основания. через основание наклонной проведена прямая АК, причем перпендикулярна проекции этой наклонной, поскольку отрезок В1П перпендикуляр из точки В1 на плоскость основания. Это фактически я так читаю формулировку теоремы о трех перпендикулярах. По теорему о трех перпендикулярах тогда и сама наклонная В1П перпендикулярна АК. То есть мы доказали, что В1П и ВП перпендикулярна АК. То есть это и есть наш искомый линейный угол. Вот он. Нам нужно найти этот угол, то есть синус, косинус или тангенус этого угла. Лучше всего конечно найти тангенус этого угла. Тэп. Где у нас? Тангенус угла В1П. Тангенус угла В1П. противолежащий катет В1П. Деленый на прилежащий катет В1П. В1П. В1П это высота нашего параллелепипеда. То есть искомым в этом случае является только отрезок ВП. Как найти этот отрезок? можно поступить вот таким образом. Делаем вот такой рисунок треугольника А, В, К. Некоторые авторы говорят это вношной рисунок. У нас есть перпендикуляр ВП. Мы его должны найти. Лучше всего это сделать через площадь треугольника А, К. Чему равна площадь? А, на вторая произведение катетов А, В у нас по условию это есть А, А, В, как мы вычислили, три раза больше, ВС, то есть это 3А. Получаем, что это есть 3 вторых А квадрат. С другой стороны, эта площадь равна АК, умноженная на ВП, пополам. Поэтому находим АК. Это гипотенуза прямоугольного треугольника со сторонами А и 3А, то есть это А корень из 10. Одна вторая А на корень из 10, умноженная на нашу высоту ВП, это есть площадь треугольника 3 вторых А квадрат. отсюда эта высота равна 3 деленная на корень из 10 А. Это у нас ВП. Поставляем сюда, ВП1 было А, а тут 3, корень из 10 снизу пойдет наверх, и там еще останется вот это А. То есть, мы получаем, что наш тангенез равен корень из 10 на 3. Ну, так оставлять нельзя. Так, обязательно должен быть ответ. Давайте ответ напишем вот в таком виде. Мы находим угол, а наш угол стал равен архтангенез вот этого числа. Мы рассмотрели пример задачи на накаждение угла между плоскостями. Занимайтесь гемметрией. Удачи вам! Продолжение следует... 0